Что значит, что клепоты примешиваются, цепляются? Потому что это после разбиения, мы об этом говорим. Чёрные буквы на фоне белого света. В каждой из них есть сочетание добра и зла, света и тьмы, желания получения с желанием отдачи. Поэтому удержание, разумеется, есть для каждой из них. Вопрос только, какое свойство мы можем начинать исправлять. Желание получения ради получения, чтобы постепенно поднимать наверх, отдаляться от получения ради получения, приближаться к намерению радиоотдачи. И как это выражается, в чём? Что творецам всё время говорят, что они недостойны, потому что в них примешанный клепот через них. Что невозможно с неё начать исправление. Потом во время исправления, в течение времени исправления, мы будем нуждаться во всех этих буквах. И, разумеется, каждая сделает своё, как мы видим в книге Торы. В книге Торы мы видим цепочку букв, определённое количество букв. Мы знаем их число, мы умеем их писать, есть особые законы, как писать каждую букву. И всё это для того, чтобы мы использовали именно те силы, которые выражаются символами, обозначающими буквы. И так мы производим исправление. Об этом написано, что мы должны написать чёрным светом на фоне белого света. То есть мы не избегаем желания получения, которое чёрное. Мы пишем на фоне белого света. Мы, когда находимся в написании каждой из букв, именно в том, что с помощью чёрного мы выражаем особую связь, которая есть между тьмой и светом. И тогда в конечном счёте тьма будет светить, как свет. Это то, что нам нужно сделать. Поэтому тогда будет место и для творений, чтобы они существовали в белом свете, хотя они противоположны ему. и для творений, чтобы инфицировать И для творений, чтобы он И для творений,